В Санкт-Петербурге открыли традиционный фестиваль «Пасхальный Петербург». Более 20 лет он радует жителей северной столицы и гостей города. В этом году весна выдалась холодной, но это обстоятельство совсем не помешало празднику. Официально начало пасхального фестиваля ознаменовали ударом в Большой колокол Петропавловской крепости на звоннице собора святых Петра и Павла. Санкт-Петербург – культурная столица России. Город и Пасха встречает культурные торжества. Наша съемочная группа находится в историческом центре города. Из Петропавловского собора слышится колокольный перезвон, возвещая горожанам о том, что Христос воскрес. Этот перезвон подхватит многие храмы Санкт-Петербурга. И среди первых будет Казанский кафедральный собор, куда состремляется наша съемочная группа, чтобы узнать о том пасхальном фестивале, который подготовил приход храма и администрация города. Сквер у Казанского кафедрального собора стал традиционной площадкой для весеннего пасхального фестиваля. Несмотря на почти зимнюю погоду, у сцены было жарко. Праздничный концерт согрел горожан любовью исполнителей. После официального слова вице-губернатора Санкт-Петербурга Александра Говорунова и наместника Свято-Троицка Александра Невской Лавры и епископа Назария Кронштадтского в программу открыли самые юные участники детского хора Спаса Преображенского собора. Среди зрителей были туристы из других стран. Им определенно понравился русский народный колорит программы. Да и сами горожане не остались равнодушными. Государственный ансамбль «Барыня» поразил своим мастерством и задором танца всех присутствующих. Символ Пасхи – яйцо, поэтому жители города и гости не удивились, увидев у Казанского собора огромные арт-объекты в форме пасхального символа. Взяв в руки кисти краски, гости фестиваля с энтузиазмом принялись расписывать макеты. Участвовали в украшении целые семьи. Православные христиане рисовали символику праздника. Более светские горожане раскрашивали Петра Первого и достопримечательности Санкт-Петербурга. Мы лично сюда зашли для того, чтобы поддержать народное гуляние, вне зависимости от веры, того, что здесь происходит. Просто интересно посмотреть на людей, пообщаться, внести свою культурную лепту. Мы не одни в этом городе, что мы общая масса, что мы как-то все вместе, чтобы мы не были разрозненными, а были все-таки более сплоченными. Великий праздник Воскресения Христова объединил всех в помыслах о добре, мире, дружбе и милосердии.